Друзья, вы встречали фразу, там, увидел свет в конце тоннеля? Это значит, ты уже уходишь, ты умираешь, и вот ты растворяешься в этом свете, и ты ушел в свет. Эта концепция существует в нашем обществе. И это такая подмена. И это шикарная подмена. Когда мы видим свет в конце тоннеля? Задумывались ли вы? Ну вот человек там вылетает из тела, уходит в клиническую смерть и говорит, видел свет в конце тоннеля, но не вошел в него. И кажется, он не растворился в нем и не умер. А на самом деле, что такое свет в конце тоннеля? Человек выходит в свет, и его принимают на ручки в роддоме, начинается новая жизнь. И что такое этот свет в конце тоннеля? И в конце ли тоннеля этот свет? Ты как думаешь? Это начало. Свет всегда в начале света. Мало того, свет он не имеет ни конца, ни начала, он просто свет. Любая жизнь начинается со света. Свет не в конце тоннеля, свет в начале тоннеля под названием жизнь. А конец света мы рисуем сами, потому что родившись, нам начинают говорить, что есть свет в конце тоннеля. То есть жизнь конечна. И мы рождаемся, и растем, и создаем эту последнюю точку. Где-то там свет, не здесь. Он где-то там. И мы будем проходить этот тоннель, идя к свету. И мы, как тот человек с фонариком, он идет по тьме, и он говорит, свет он там. А то, что фонарик он тут, об этом никто ничего не говорит. Хотя это естественно, само собой разумеется. И когда мы говорим о свете, да, то свет он только в моменте здесь и сейчас. Здесь он внутри человека. Мы и есть свет. Каждый человек, он несет этот свет. И если он его перенесет в конец тоннеля, он перенесет его в следующую жизнь. А это значит, он будет создавать себе старость и смерть. Вот его подмена. Это создание, создание человека на основании программного обеспечения, заложенного ему в башку при рождении, теми людьми, которые его встречают, сразу заливают, что мы смертны, мы грешны, мы пришли отрабатывать, мы будем каяться перед Богом, мы будем, и у него выносится Бог из него, жизнь переносится в конец куда-то. И человек эту жизнь, ну, как бы промается, чтобы потом, а потом следующая жизнь, и снова это потом. И снова здрасте, и снова конец. И снова здрасте. И снова конец. И снова конец. И так постоянно. Кстати, поэтому Шива истебался. Точно. 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 Поэтому в храмах этот конец и можно видеть. Ой, блин, это, это, конечно, невероятно. Как наша жизнь вся построена на подменах. И мы из жизни в жизнь несём эти подмены, передаём эти подмены. И никак не можем их осознать и проснуться. А когда ты проснёшься в моменте «здесь и сейчас», то становится очевидно искренность, открытость, счастье. Ты в раю, ты создаёшь этот рай в моменте «здесь и сейчас». И ты можешь создать его любым. Это твоё право, тебя никто в нём не ограничивал. Это счастье быть в теле. Это счастье играть в игру под названием «жизнь». Это счастье жить сегодняшним днём и творить, проявляться, светить, гореть от того, что ты просто кайфуешь, делая своё любимое дело. Потому что ты не можешь его не делать. Ты не можешь не создавать. Ты не можешь не проявляться. Потому что ты и есть Творец. Ты и есть Создатель. Верни Бога в себя. И осознаешь все вот эти величайшие подмены. И осознаешь, почему человек, приходя и осознавая вот эти моменты, как на переотражениях нашего подсознания строится реальность, ничего не мог больше, как показать самому себе язык в зеркало. Потому что боги спят. Господа, пора просыпаться. И когда мы проснёмся и осознаем всё это, и проснёмся, то здесь будет тот рай, о котором мы говорим, что где-то рай. Вот он рай. С добрым утром, друзья. Доброе утро.